Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос такой, достаточно короткий, но емкий, мне кажется. Вопрос про отношения в коллектив. Что делать, если на работе к тебе относятся коллеги высокомерные и нет уважения? Нежелание общаться, игнорирование, высокомерие, что-нибудь лучше меня. Наверное, много рассказываю о себе, потому что летнее другое. Хотели раньше выжить из коллектива, но я выстрел, очень не хочется на работу, я не очень общительный человек, поэтому общаюсь по делу в основном. Итак, что мы здесь видим? Во-первых, мы видим здесь, очевидно, на мой взгляд, противоречие. Вы говорите с одной стороны, вроде бы, что вы много рассказываете о себе. А с другой стороны мы видим, что вы говорите, что вы не общительный человек. И это вызывает вопрос. Так вы общительный человек, или вы много о себе рассказываете? Честно говоря, больше пока не понятно. Больше пока непонятно, чем понятно. Далее. Сплетни появляются в ответ на, так скажем, отсутствие информации. То есть, иными словами, сплетни появляются тогда, когда недостаточной информации. Сплетни не появляются тогда, когда информации много у людей. Нет, конечно, такие ситуации тоже бывают. Бывают такие все, бывают такие ситуации. Безусловно. Бывают ситуации, когда сплетни появляются, даже несмотря на большое количество информации. Возникает это, как правило, из-за того, что людям, ну, просто вот людям нечего делать, да. То есть, людей нет, грубо говоря, другого развлечения, иного развлечения. Кроме как вот сплетничать. Такое бывает, к сожалению, в большом. На мой взгляд, это важно понимать, на мой взгляд, это важно учитывать, на мой взгляд, это важно. Важно это, так скажем, ну, фиксировать. Это важно. Но очень часто бывает так, очень часто происходит так, что это от недостатка формат. Поэтому, если вы о себе что-то рассказываете, очень важно здесь понимать, что именно вы о себе говорите. Это первое. Первое. Момент. Второе. На которое хотелось бы обратить ваше внимание. Что вы делаете на работе? Ну, в смысле, что вы делаете? Вы работаете, или вы пытаетесь общаться? Потому что... Потому что, судя по... Судя по тому, что говорите вы, сейчас, вы на работу как-то больше ходите, общаться, а не работать. И желание у вас общаться, желание у вас на работу ходить? Нет. То есть, вам работа-то сама интересна. это то, на что, по моему мнению, вам нужно обратить внимание. Своё. Следующий момент, на который хочется обратить внимание. Когда человек не общителен. часто он вызывает весьма противоречивые реакции. А именно, он создает впечатление такого, знаете, надменного человека. Он производит впечатление такого, знаете, высокомерного человека. и здесь у вас может быть такой аспект, что вы как бы переносите на людей то, что делаете сами. И видите в людях видите в людях то, что касается вас самой. у Я ни в коем случае не хочу сказать, что вы преследуете цель быть надменным. Ни в коем случае не хочу сказать, что вы преследуете цель быть askomenным. Я ни в коем случае ничего этого сказать не хочу. Я хочу сказать только лишь то, что человек, когда он вот не хочет общаться, У людей частенько это вызывает именно такое восприятие, что человек лучше других. Поэтому важно, конечно, здесь проанализировать то, как вы общаетесь с людьми. Важно проанализировать то, как вы взаимодействуете с людьми, важно посмотреть, как вы выстраиваете свое общение с людьми, это очень важно, это очень важный момент для всего. И возможно, возможно, только возможно, что общаться вам с людьми желательно несколько по-другому. Ну, более, может быть, искренне не пытаться, не стараться кого-то из себя строить. А если что-то говорить, то говорить по возможности по существу. Понимаете, да, по существу говорить. А не так, как вы это делаете сейчас. Вам это может быть непривычно. Но, тем не менее, это необходимо. То есть, понимаете, многие, многие вещи, многое, многое, многое опираются именно на то, как вы себя подаете. Подаете вы себя, возможно, не вас. Возможно, вы не знаете, как себя подавать. Возможно, вы никогда этому не уделяли внимания. И не знаете, не замечаете того, как вы выглядите перед другими собственными людьми. Может, 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 ведь такое быть. Правильно? Может. Вполне может быть такое. А это серьезная структура. Это серьезная проблема. Вот. Вот, пожалуй, я бы вам ответил именно так. Сначала прямо посмотреть, поисследовать ваши отношения к себе. Как вы себя видите. Как вы к себе относитесь. И дальше уже смотреть. Исследовать. Исходя из ваших приоритетов, исходя из ваших ценностей, исходя из того, что вам интересно, исходя из того, что вам нравится, исходя из того, что вы хотите. Вот. Я думаю, я думаю, так, можно ответить на ваш вопрос. Может быть, вы скажете, что этого недостаточно. Может быть, вы скажете, что этого мало и что вам нужно, ну, что-то другое, например. Возможно. 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 Возможно и так. так. Но, так или иначе, решать проблему можно только через корректирование своего отношения. К самой себе. Люди относятся к вам так, как вы относитесь. К самой себе. Никак не иначе. Хотим мы этого или нет? Нравится нам это или нет? Мне очень жаль, что вы оказались в такой ситуации. быть. Мне очень жаль, что вы вынуждены в такой ситуации быть. Но, раз вы оказались в ней, то давайте будем с ситуацией этой что-то делать. Вот. Раз вы оказались в этой ситуации, давайте будем ее корректировать. Поработаем над тем, насколько вам интересно то, чем вы занимаетесь. Поработаем над тем, насколько вам нравится то, что вы делаете. Посмотрим, к чему вы стремитесь и так далее. Это все ведь, как мне кажется, не сложно. Ну, на мой взгляд, это все не сложно. Это не сложно, все подкорректировано. При условии, что вы этого сами хотите. Вот такой момент. Ещё одна цель. Ещё одна цель. То есть, что делать, чтобы что. Что делать, для чего. Да? То есть, я вообще, сама, чего хочу. Мне вообще, самой, что нужно. Потому что, если вы не можете ответить себе на этот вопрос, то мы столкнемся с серьезными проблемами. Проблемы. Проблемы. Проблемы отсутствуют цели. Как вы понимаете. И решать это можно и нужно только вам самой. Повторюсь, ключевой аспект заключается в том, как вы себя репрезентуете. Это крайне важный момент, от которого зависит все остальное. Если вы репрезентуете себя не очень хорошо, то будет проблема, если вы репрезентуете себя так, как нужно, такой, какая вы есть. То все складывается ровным образом, так, как и должно быть. Я имею в виду, конечно же, что человек получает то, что соответствует его возможностям, то, что соответствует его способностям. И так далее. Вот. На этом, пожалуй, все. На этом, пожалуй, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Я надеюсь, что вы для себя открыли, увидели, заметили что-то, что даст вам. Пищу для размышлений. В итоге. И надеюсь, что вы обязательно займетесь психотерапией. Потому что самое лучшее, что вы можете для себя в этой ситуации сделать, это пойти на психотерапию. Вот. Но, опять же, я не знаю, хотите ли вы этим заниматься. Поэтому решать вам, как будет складываться ситуация. Решать только вам. В любом случае, вы большая молодец. Что вы начали это обсуждать. Вы сделали хорошие, важные шаги. Я буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Это позволит вам начать двигаться вперед. Это позволит вам начать делать какие-то шаги. по улучшению своей позиции на работе. Вот. А мы, в свою очередь, если вы нам позволите, поможем вам. В этом непростом для вас может быть деле. Мне кажется, что самое главное это не чувствовать себя в одиночестве. Мне кажется, что самое главное это не чувствовать, что вы одна. А вы не одна. Всего вам самого доброго. Удачи.